Дорогие братья и сестры, сегодня мое послание обращено к тем, кто готов тратить много времени и сил, чтобы построить крепкую семью, к тем, кто готов убрать все препятствия между супругами, чтобы наконец-то двое стали одной плотью. К сожалению, Украина занимает одно из первых мест в Европе по разводам. По результатам исследований, их основной пик приходится на первый год супружеской жизни и составляет 62%. Каковы же причины такого катастрофического положения? Вы сильно удивились, но на первом месте стоит алкоголизм. Каждая пятая семья распадается по этой причине. В 15% случаев отношения разрушаются на почве материальных трудностей, 12% из-за измены и ревности, и 5% семей распадаются из-за неудовлетворенности в сексуальных отношениях. Столько же из неблагополучных жилищных условий. Душа человека может прилепиться не только к другому человеку, но и к работе, хобби, спорту, служению, зависимости. И если эти сферы занимают время и место в сердце, которое должно принадлежать семье, то это проблема. А как я сказал, самая частая причина – это вредные привычки. Написано, не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно улаживается ровно впоследствии, как змей, оно укусит и ужалит, как аспит. Реальность такова, что алкоголь и наркотики очень быстро разрушают браки. Зависимость отнимает у человека не только здоровье, но и близких. Большинство браков, где есть зависимый человек, распадается потому, что у супругов разные ценности. Один хочет наслаждаться нормальной жизнью, другому же ничего не нужно, кроме дозы наркотиков или алкоголя. Работа также может стать третьим лишним между мужем и женой. Это не значит, что создав семью, надо забыть о построении карьеры. Конечно же, в молодом возрасте приходится тратить много сил и времени, чтобы достичь успеха в своем деле. Но заканчивая рабочий день и возвращаясь домой, важно работу оставлять в офисе или на производстве. Также все рабочие переговоры по телефону, в компьютере нужно оставлять за дверями своего дома. Если один из супругов загружен работой дома длительное время, это становится причиной потери общения. И, конечно же, чувства начинают охладевать. Как бы странно это ни звучало, но причиной разрыва могут стать дети. Муж ревнует жену к детям, потому что она отдает всю свою заботу, любовь и внимание им. Или же наоборот, муж балует детей, тратит на них много денег и времени, а на жену внимания не обращает. Читая слова Иисуса Христа, оставить человек отца и мать и прилепиться к жене своей, мы понимаем, что третьим лишним в семье могут стать родственники, родители, которые очень активно вмешиваются в молодую семью со своими советами и помощью. Относительно верующих людей хочется сказать, если человек работает только для созидания церкви и не трудится для построения семейных отношений, они также находятся под угрозой. Служение Богу связано с жертвой, временем и сил. И очень хорошо, если супруги делают это вместе, тогда это не разрушает семью. Но если один из супругов полностью загружен духовным служением, а другой его не поддерживает, тогда семейные отношения под угрозой. Просите у Бога мудрости, чтобы вы могли правильно распределить время и уделять его не только служению, но и семье. Недостаток или полное посвящение деньгам тоже могут стать причиной распада брака. Написано корень всех зол сребролюбия, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Жадность – это причина, почему человек стремится заработать как можно больше денег. И многие оправдывают это своим искренним желанием обеспечить семью всем необходимым. Но, к сожалению, увлекшись погоней за процветанием, люди забывают о том, что отношения в семье не строятся сами по себе и что над ними тоже необходимо трудиться. А воспитание детей требует очень много времени и никакие игрушки, материальные блага, гаджеты не заменят детям родителей. Примеров, когда в погоне за большими деньгами человек теряет семью очень много. Увлечение. Практически у каждого человека есть какое-то любимое занятие. Женщины вяжут, выживают, делятся секретами с любимыми подругами, занимаются фитнесом, реже читают, смотрят телевизор. Мужчины возятся с машинами, проводят дни в гараже, ходят на рыбалку, охоту, занимаются спортом. Все больше мужчин играют в компьютерные игры. Телевизор и компьютер, смартфон стали идолами для многих людей. Человек привязывается к какому-то сериалу или шоу, или новостным каналам и часы напролет проводит за их просмотром. Один парень сказал, пастор, я пришел домой и выбросил телевизор, потому что мы перестали в семье смотреть друг другу в глаза. Мы часами смотрим на экран. Он украл наше общение. Ну и противоположный пол. Библия говорит, мед источают уста чужой жены, и мягче елея речь ее, но последствия от нее горьки, как полынь, остры, как меч, обоюдоострый. Ноги ее не сходят к смерти, стопы ее достигают преисподней. Если бы ты захотел постигнуть стезу жизни ее, пути ее не постоянны, и ты не узнаешь их. Прелюбодеяние. Это самый страшный враг семейных отношений. Обычно измены, особенно в христианских семьях, никто не планирует. Это происходит постепенно, когда в сердце жены появляется мужчина, возможно, более внимательный, обходительный, более привлекательно одет и выглядит. Он начинает занимать очень много места в жизни женщины, вытесняя мужа, который, возможно, много работает, или охладел к жене, может быть, прилепился к игре в танчики на компьютере. Конечно, она не планирует измены. Просто та пустота, которая образовалась из-за очень занятого танчиками мужа, заполняется общением с другим мужчиной. У них строится крепкая душевная связь. В принципе, измена уже началась. Это только вопрос времени, когда произойдет секс. Мужчины тоже на дороге не валяются. И мужа, который вечно недокормленный, недостиранный, недоглаженный, который уже полгода не видел секса, может заметить разведенная, следящая за собой женщина, которая, в отличие от разбалованной жены, знает, как плохо ложится спать одинокой. И, включив все свое обаяние и флирт, она может дать мужу, которого в семье никто не уважает, не слушается, почувствовать себя главой, мужиком. И это тоже вопрос времени, когда случится измена. Вокруг семьи важно очертить границы, как вокруг каждого государства. И если кто-то пересекает границы дозволенного в отношениях какого-то из супругов, надо бить тревогу и поднимать в небо истребители, чтобы вернуть нарушителя за границу. В семье в таких случаях нужен честный разговор. И нарушителя надо определить, а общение с ним ограничить. Это не значит, что муж и жена должны полностью отказаться от общения с противоположным полом. Но следует определить границы дружеских отношений и не допускать большего. Даже если отношения между странами дружественные, у каждой страны остаются четко очерченные границы, которые они защищают. Без официального разрешения никто не имеет права пересекать их. И как только самолет одной страны без уведомления и получения официального разрешения пересекают границу воздушного пространства, его сразу же сбивают ракетами. Если муж и жена чувствуют, что в их воздушном пространстве появился третий лишний, необходимо бить тревогу и не позволять кому-то становиться между супругами. Может быть в каких-то случаях ради сохранения собственной семьи придется с очень навязчивыми друзьями и подругами порвать отношения. Семья должна стать надежной крепостью, где будут установлены границы, которые оба супруга защищают и никому не позволяют их разрушать. Пусть Бог благословит вашу семью. Амин.